Здравствуйте, дорогие! У нас беседа про лагну сегодня с Индубалой. Многие мы знаем, что такое лагна и что такое лагнэш, но есть такие моменты, что это слово как бы и знакомо, но многим оно недостаточно знакомо. И получили мы вопросы, которые люди просят объяснить, почему лагнэш такой важный параметр в гороскопе. Индубала, объясните нам? Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Гита! Конечно, с удовольствием эта тема очень интересная и достаточно важная, как ты сказала, потому что лагна – это первый дом гороскопа или дом личности, а также дом основного направления жизни. Лагна переводится как восходящий знак. То есть лагна или первый дом – это тот знак, который был на Востоке в момент нашего рождения. Именно этот знак, согласно Джотиш, описывает качество нашей личности и показывает, в принципе, основное направление судьбы или нашей жизни. Лагнэша – это хозяин дома, а следовательно и хозяин знака, который находится на Востоке. И лагнэша определяет главные события или главные направления жизни, как Индубала? Да, можно сказать это так, потому что лагнэша, как и лагна, показывают силу и качество первого дома, дома личности. И мы знаем, что о доме можно судить и по хозяину дома. Таким образом, сила лагнэша покажет силу личности, покажет основное направление его судьбы и чем человек будет более всего интересоваться в своей жизни. Поэтому расположение лагнэша в домах гороскопа заслуживает более пристального внимания. И, как известно, что если лагнэш расположен в кендрах или в конах, это очень-очень благоприятно, а если в домах Дустхан, это менее благоприятно. Так ли это? Да, 12 домов гороскопа все разные, и из них самыми лучшими считаются дома кендры и коны. Что такое дома кендры? Это первый, четвертый, седьмой и десятый дома. Это дома, которые называют домами вишну. Дома коны или три коны – это первый, пятый и девятый. Эти дома называют домами лакшми. Если лагнэша расположен в кендрах или конах, считается показатель хорошей кармы. Однако, конечно, дома друг от друга отличаются по своей природе. Например, нахождение лагнэши в кендре или в домах вишну будет говорить о сильной личности, которая будет способна многого достичь в своей жизни и которая будет, скажем, преодолевать препятствия и совершенствоваться в этом. Самый сильный дом – вишну. Десятый дом как раз и совмещает две характеристики. Это дом вишну и дом упачая. Для людей, которым посчастливилось иметь лагнэшу в триконах или домах лакшми, все будет проще в жизни происходить. Почему? Потому что если дома вишну – это дома, связанные с энергией пуруша или энергией ян, то есть личность должна сама проявлять, скажем, свою силу и этим взрослеть, то дома лакшми – это дома энергии. К тому же сама лакшми – это богиня процветания и удачи, а также супруга Господа Вишну. Поэтому если лагнэшу находится в домах тринов или первым, пятым, девятым домах, в жизни человека будет больше удачи и как бы само собой все будет происходить. Если лагнэш расположен в Дустханах, а это шестой, восьмой и двенадцатый дом, это не означает, что все плохо будет в жизни человека. Вовсе нет. Вообще нет однозначных показателей. Карты все неповторимые, это индивидуальная карма каждого. Поэтому по одному показателю по расположению лагнэши в домах мы не можем делать суждение о судьбе человека в целом. Необходимо рассматривать всю карту. Однако лагнэш определяет главные тенденции. Так вот, дома Дустханы, шестой, восьмой и двенадцатый, тоже, скажем так, ранжируются по силе. И восьмой дом считается самым сильным злым домом. Однако если лагнэш расположен в восьмом доме, я не считаю, что это, скажем, жизнь сплошных кризисов или это плохой показатель или сплошных несчастьй. Нет. Лагнэши в восьмом доме дает склонность человеку к риску. А кто, как говорится, не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому люди, у которых лагнэши в восьмом доме, это действительно сильные люди и которых уже изначально дано очень много. поэтому они, скажем так, и имеют право на ошибку, имеют право рисковать, действовать. И жизнь их не будет устлана розами, у них действительно будут какие-то кризисы, но при этом они всегда будут иметь силы, чтобы преодолеть их. И от этого они будут становиться ещё сильнее. И восьмой дом — это также дом каких-то неожиданных происшествий, это дом астрологии, это дом мистики. Поэтому всё это будет происходить в жизни людей, у которых лагнэши в восьмом доме. А лагнэша в шестом доме, шестой дом — это дом препятствий и лишатрубхава — дом врагов. Поэтому возможно, что у человека, лагнэша которого расположен в шестом доме, будет много врагов. Ему могут завидовать, ему могут, скажем, как-то недоброжелательно к нему относиться. И даже человеку может казаться незаслуженно. Но мы понимаем, что гороскоп — это картина кармы, и лагнэша просто так не располагается, скажем, в шестом доме. Поэтому для человека, у кого лагнэша в шестом доме, важно будет осознать, что этот мир дружественен к нам, как говорят учителя, как говорят святые. Главное — исправить себя. И когда мы, наше отношение к миру начинает меняться, когда мы перестаём видеть врага в окружающем мире, то и наша жизнь наполняется гармонией, наполняется счастьем. Можно сказать, что лагнэша в шестом доме ставит перед человеком эту задачу жизни. Лагнэша в двенадцатом доме. Двенадцатый дом — это самый сильный дом Мокши. Поэтому лагнэша в двенадцатом доме даст некую такую интровертность человеку, погружённость в себя. И это тоже неплохо. Двенадцатый дом — Оливьяев, Хава, дом потерь. Но человек, у которого лагнэша в двенадцатом доме — это человек, который уже имеет опыт потери с прошлых жизней. Поэтому он может быть несколько отречённым от каких-то материальных привязанностей или желаний. Это люди, погружённые в себя и ищущие ответы на самые важные вопросы нашей жизни, экзистенциальные. То есть кто я, в чём смысл моей жизни, есть ли выход из этого колеса повторяющихся рождений, смерти и так далее. Поэтому лагнэша в двенадцатом доме указывает на некий, скажем так, и духовный запас, духовный опыт человека из прошлых жизней. То есть это человек, который уже понимает, что приоритет материальных ценностей — это дорога в никуда или в колесо самскары. Поэтому он начинает искать мокшу или приоритет каких-то более высоких духовных ценностей. Для окружающих такие люди могут быть не совсем понятны, но это же не значит, что это плохо, правда? Поэтому, на мой взгляд, и это положение замечательно. Это положение тоже очень, скажем, интересных людей, ищущих людей с необычной судьбой. Поэтому в Гороскопе нет ничего плохого или хорошего, тем более, если мы судим по одному показателю. Всё это есть наша карма, которую мы принимаем, и с помощью вед, и с помощью джотиш мы можем узнать свою судьбу или пролить свет на свою судьбу и жить уже осознанно. А это самое главное. Да, и лагнеш тому способствует. Как Индубала говорила, нет плохого места для лагнеша. Это только наш путь, к которому мы пойдём. Совершенно верно. Узнать, где находится ваш лагнеш, вы можете зайти на сайт индубала.ру и там вы найдёте, где ввести ваши данные и посчитать, где ваш лагнеш. И углубить свои данные, свои знания и узнать побольше о себе. Хочу сказать, что найти рубрику расчёта гороскопа можно в горизонтальном меню под интерактивной шапкой сайта. Называется она «Гороскопы». Новости, потом гороскопы, потом обучение и так далее. То есть вот эта рубрика, «Гороскопы» — это расчёт вашей карты, натальной карты. Конечно, необходимо грамотно вводить данные. Для этого мы и обучаемся джиотиш. И трактовать самому себе карту я не советую, особенно на начальных стадиях обучения джиотиш. Потому что всегда мы будем видеть сначала только плохое. Когда люди начинают изучать астрологию, им кажется, что всё, у них Сатурн в каждом доме, и всё плохо. Но потом мы постепенно, идя путём изучения джиотиш, а джиотиш — это свет, наше невежество или тьма рассеивается, и мы начинаем учиться видеть хорошее. На самом деле цель любой видии — вывести нас из потёмок невежества, осветив путь знанием, и видеть хорошее, видеть позитив. Да, и как в каждой карте нужен хороший путеводитель. Совершенно верно. Да. Так спасибо большое, Индубала, за ответы. И всем хорошей недели. Будем пить астрокофе очень скоро, через пару дней. Счастливо вам. До свидания.